Здравствуйте! С вами студенческие новости и в студии Дмитрий Забара. И сейчас об основных темах этой недели. И знаете, почему вы лучше? Потому что вы талантливы. Я буду говорить о стихотворении того Матусовского, каким я сейчас его ощущаю. Локальная самопартия была очень сложная. Для меня это большой опыт. Один из старейших конкурсов, который проводит Академия Матусовского – «Серебряный штрих». В этом году тоже праздничный и особенный. Академичный и прогрессивный. Сейчас расскажем подробнее. Оказывается, художники – народ несуеверный. У них 13-й по счету конкурс, а они рискуют и меняют правила. Вводят в дополнение к традиционной очной, заочной форме участия. И выигрывают из Москвы и Омска, Красноярска и Краснодара, Белгорода, Ростова-на-Дону и других российских регионов. Свои работы в Луганск присылают более 70 молодых художников. Я увидел, что дети на сегодняшний день не боятся открывать то, что есть в душе. Абсолютно по-своему работает и каждый из участников, которые смогли лично приехать в Луганск на 13-й конкурс академического рисунка «Серебряный штрих». Здесь студенты профильных вузов и учащиеся художественных школ со всей Луганской народной республики. И из Донецких – Янакева, Макеевки, Горловки. Есть ребята из школ искусств Петровского района Донецка – одного из самых обстреливаемых. Детей у нас как бы немного осталось и хотелось дать толчок именно заниматься академическим рисунком. Опыт для детей. Им надо побольше видеть, побольше сражаться, посмотреть, как выглядит образование в других учебных заведениях. Оказывается, художники – народ в себе уверенный. Если кто-то из конкурсантов и волнуется, вида не подает. В Луганске впервые или уже были на конкурсе? Уже был. На Серебряном штрихе? Да. И как? Ну, хорошо вообще. Мне нравится. В этом году на что рассчитываете? На первое место. Конкурс у вас по счету в вашей жизни художники? Я уже потеряла счет, честно. Хочется победить? Ну, честно, было просто как участие взять, такое желание. Хотела поучаствовать. Ну, может быть, победа будет моя, кто знает. И тем не менее, именно работу Виктории Кривонос жюри назвало лучшей в номинации «Обнаженная фигура». В номинации «Натюрморт» первое место завоевала Лидия Бутова из Макеевки. В номинации «Рисунок головы» – луганчанка Валерия Дерипаска. Работы победителей и призеров очной и заочной формы 13-го конкурса академического рисунка «Серебряный штрих» будут опубликованы на официальном сайте Академии Матусовского. Еще один приз для победителей – праздничный буклет-альбом, изданный к 15-летию Академии. Его презентовали как раз на открытии конкурса. Новинкой и оформлением является этого буклета, потому как мы выдерживали стилистику так называемой новой волны. И в этой стилистике этот буклет стал достаточно ярко презентовать именно новое поколение, которое у нас есть и представлено студенческое поколение. Третий в истории вуза – этот буклет, охвативший период с 2014 года по сегодня, получился и самым объемным. В нем без малого 200 страниц и более полутысячи фотографий. Авторы большинства – Леонид Филь. И все это о нас. Круг друзей и партнеров Академии Матусовского растет с каждым днем. С некоторых пор ближе к нам и Республика Мариэл. Актеры столичного театра приехали в Луганск на фестиваль и заглянули к своим будущим коллегам. Неформальная встреча с актерами Академического русского театра драмы имени Константинова из Йошкаралы прошла в стенах Академии Матусовского. В этот раз нас посетили Сергей Васин, Юлия Охотникова, Ярослав Ефремов, Игорь Новоселов, Антон Типикин и Ксения Немира, а также директор театра Сергей Московцев. В Луганск они приехали на второй театральный фестиваль имени Павла Луспекаева «Госпожа удача». И ко времени встречи уже успели показать спектакль «Солдатики». Уникальная возможность общения с актерами представилась студентам кафедры театрального искусства. На встрече их в основном интересовало, как трупа подбирает репертуар, как проходят репетиции и почему на фестивале они представили именно солдатиков. Еще была показана и духовная составляющая. Вот наш спектакль он отметил именно этим. В неформальном разговоре не остались в стороне и события на Донбассе. Актеры признаются, что преодолев больше тысячи километров, чувствуют себя среди родных людей. А некоторые из них даже подумывают о том, чтобы поступить в академию и продолжить обучение. У меня нет высшего образования к своему стыду, поэтому я думаю, возможности есть, меня уже пригласили, поэтому все возможно. После встречи, которая никого не оставила равнодушным, студенты и гости из республики Марий-Эл сделали общее фото, поэтому этот день останется в памяти еще долго. Долгожданная премьера оперы «Кощея бессмертный» состоялась в Луганске при Переаншлаге. Наш корреспондент Сергей Пирогов был среди нескольких сотен счастливчиков, которым удалось на нее попасть. Его рассказ далее. Премьера оперы «Кощея бессмертного» состоялась в рамках празднования 15-летия Академии Матусовского. Хотя каждый год оперная студия ВУЗа делает луганчанам и всем ценителям оперного искусства такой драма. Что ж, артистам и постановщикам зрителя впечатлить удалось. Я очень впечатлена, я горжусь этой премьерой. Это итог работы многих кафедр, это яркий показатель трудноспособности, творческого потенциала нашего коллектива, именно Академии. И очень приятно, что студенты были вначале на музыкальном отделении, росли, обретали опыт. И сегодня они предстали такими яркими не только вокалистами, но и артистами. В главных ролях выступили ведущие артисты Луганской академической филармонии, магистранты, выпускники и студенты Академии. Трудно именно петь, вокальная сама партия была очень сложная. Для меня это большой опыт, так как интервалы очень сложные. У всех какая-то одна мелодическая линия, если взять Царевну, Кощевну и всех героев взять, то у меня такая партия, мне нужно все время сделать гадость. Поэтому из этого родился этот образ. Важно отметить, что в создании оперы приняли участие студенты и преподаватели практически всех кафедр Академии. Анимации, художественно-компьютерной графики, художественного моделирования одежды, хореографического и театрального искусства. И вместе им удалось создать яркий, мощный, вдохновляющий и зрелищный рассказ о всепобеждающей силе любви. В Луганске прошли Матусовские чтения. И как утверждают их участники, личность и творчество поэта-песенника нам еще постигать и постигать. Подробности в следующем сюжете. Сегодня в стенах Академии Матусовского проход уже 10-я научная конференция Матусовские чтения. Знают ли жители города? Стихотворение великого поэта сейчас и узнаем. Ну а как же, это наш земляк, писатель, песенник, поэт-песенник. Сколько его песен, извините, наши знаменитые подмосковные вечера. Белая акация Груздия душистая является, можно сказать, символом нашей семьи. Потому что моя бабушка всю молодость провела именно здесь, на Красной площади, под цветущими акациями. И она часто пела эту песню. Ну как-то для меня это какая-то особая песня. А поцетировать сможете буквально 4-5 строчек? Каждый год уже в течение 10 лет на научной конференции Матусовской чтения раскрываются новые грани творчества Михаила Матусовского. Ясно одно, что его наследие для исследователей – источник неисчерпаемый. Сегодня мы отражаем весь спектр философской школы, который сложился уже у нас в Луганске, которые представлены в различных докладах. И это бесконечно можно находить новые грани, новые темы, новые предметы для исследований. В 10-й открытой научной конференции приняли участие около 200 человек. Это докладчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Казани, Белорусского, Витебска и, конечно, из городов Донецкой и Луганской народных республик. О современных интерпретациях песен, хиты на все времена, песнях, которые сейчас используются и интерпретируются в новых программах и в рамках незабытого прошлого. Познакомившись ближе с творчеством Михаила Львовича, профессор-филолог Ирина Зайцева открыла для себя и для всех остальных другого Матусовского – поэта-философа и лирика, за внешней простотой стихов которого скрывается огромный смысл. Я очень люблю Матусовского, потому что я буду говорить о стихотворении того Матусовского, каким я сейчас его ощущаю, уже познакомившись с его творчеством. И доклад мой называется «Цитата из этого стихотворения. Ведь перед темной иконой множество дней мы лампад сохраняли горение». Вот оно не очень веселое, не такое легкое и искрометное, как многие песенные тексты Матусовского, но это, мне кажется, вот там вся сложность, вся многогранность Матусовского. В своих докладах выступающие раскрывали волнующие темы о познании Матусовского. И это не последняя конференция в честь поэта, но нам остается помнить стихотворение и гордиться тем, что это наш земляк и тем, что наша Академия носит имя такого талантливого человека. Праздничный трехнедельный марафон, посвященный 15-летию Академии Матусовского, завершился грандиозно, рефлексией. Так назвали концерт размышления о пройденном вузам пути. «Партнеры, коллеги, руководители культурных учреждений республики. Одним словом, круг друзей. Их всех пригласили сперва на торжество, на котором преподавателям и сотрудникам Академии вручили государственные награды». «Почетной грамотой Совета министра Луганской народной республики награждены Яненко Ирина Алексеевна». Заведующая кафедрой фортепиано Ирина Яненко с своей воспитанницей, студенткой Академии Аленой Балковой вернулась из Испании, куда их пригласили на мастер-класс по творчеству Шопена. За неделю в Испании они посетили многие значимые места, связанные с композитором, повидали многих мировых музыкантов. Ирина Алексеевна признается поездкой, очень довольна и отмечает, что работать в Академии для нее большая честь. «Просто благодарна каждому из коллег за профессионализм, за то, что дело наше не сдали». На торжественной ассамблее в кругу друзей десятки сотрудников Академии получили награды министерств и ведомств Луганской народной республики, а также услышали немало добрых слов от коллег. «Настолько ярко каждое мероприятие, ни одно практическое мероприятие в республике не проходит без участия коллектива Академии имени Матусовского». В этот же день, спустя несколько часов, все еще раз встретились на долгожданном концерте размышлений «Рефлексия» во Дворце культуры имени Ленина. «Рефлексия, присущая человеку, она всех направляет нас на то, чтобы осмыслили мы, осознали, анализу подвергли все те знания, деяния, новации свои, чтобы назад смогли мы облинуться и в будущем в творчестве стремиться». Здесь вспоминали первые шаги, тогда еще Института культуры и искусств, первые значимые события в его истории. И подсчитали, за 15 лет работы ВУЗ выпустил в профессию более 7 тысяч специалистов. А сегодня Академия Матусовского – это около 3 тысяч студентов, 400 преподавателей, 3 десятка творческих коллективов. «747 отчисленных студентов, более 70 студенческих свадеб». Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий лично поздравил сотрудников и студентов Академии с 15-летием. «И знаете, почему вы лучше? Потому что вы талантливы. У вас есть то, чего Господь дает не каждому человеку. Я послушал, как реагируют ваши студенты. Они действительно, в какой-то степени, они ушли по степени свободы дальше, чем другие. Они более раскованы, они более эмоциональны. У них раскрывается потенциал к творчеству. Это благодаря вам, уважаемые педагоги». Лично не приехал, но прислал видео поздравления ВУЗу Никита Михалков. «Я могу представить себе, насколько изменилась, с одной стороны, ваша жизнь и усложнилась из-за событий, которые происходят на Украине. А с другой стороны, я думаю, что вы сейчас получаете ту инъекцию иммунитета к сложностям и проблемам. И если то, чем вы занимаетесь, искусство, помогает вам выживать в этих условиях, вы из этого времени выйдете намного более закаленными и готовыми на многое, в том числе и в творчестве. Поэтому я с огромным уважением отношусь к вам и очень рад и горд, что именно сейчас вы продолжаете работать и празднуете свой 15-летие. Дай вам Бог здоровья и успехов». В концерте приняли участие все творческие коллективы Академии Матусовского номер за номером, вызывая восторг переполненного зала. «Мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немедленно, дайте коням мне добрый меч». А завершился концерт символично. Впрочем, Академия еще в самом начале пути. А дальше, дальше будет еще круче. Вот такой насыщенной и интересной была эта неделя. Дальше будет еще интересней. С вами был Дмитрий Забара. Желаю вам теплых весенних деньков и почаще улыбайтесь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин